Национальная идея В чем заключается идея? Конечно же, она не опирается на количество гаджетов или квадратных метров. Мы про это все знаем, потому что этим мы легко можем пожертвовать во имя чего. Вот первое, поняв во имя чего и когда, мы вытаскиваем, допустим, одну из ипостасей национальной, русской, государственной, российской ментальности или самоидентификации. Раз. Мы говорят, русский человек никогда не поймет. Русскому человеку не важно. Для русского человека очень важно. Почему мы не говорим для американского человека, для японского человека? У нас есть японец-американец и русский человек. Это совершенно другая категория. Вот разобраться с этой категорией, чем же это отличается? Что это за русский дух, которым пахнет? Пока мы это не поймем, будем, как Илья Мурмес, лежать на печке. И что бы ему ни предлагали, в чем бы его обвиняли, он будет лежать. Пока ему не скажут, надо Родину спасать. И он встал и всех там, значит, побил. Потому что по адресу обратились, по функции, что называется. И сегодня, когда нас загоняют в офисы или торговать, или, значит, там, судиться и прочее, это противоестественно, и поэтому неэффективно, и поэтому мы обманываем друг друга в том, что мы этим пользуемся как инструментом, но на самом деле не пользуемся, а ищем разные способы обходные пути. И не надо прислушиваться и приглядываться, как это там, как это эхо отразит. За океаном она или не очень за океаном. Нужно к себе прислушиваться. Отрезонировали, значит, наши черта, наша характеристика, наше свойство, наше желание, наше убеждение. И тогда все естественное произойдет естественным путем. Эта национальная идея, поясняя другим, почему мы такие и какие мы, мы поясним и нашу национальную идею, нашу миссию.